Особое мнение на 101FM Мы говорили о том, что Михаил Вячеславович с подачи в Рио губернатора Александра Соколова взял на себя роль координатора, организатора мнений в связи с 650-летием, подготовки, вернее, к 650-летию нашего города. И рабочие встречи продолжаются, консультации продолжаются. И, как мы с вами говорили тогда, действительно, после 1 сентября вот эта информация о том, как город будет отмечать свое 650-летие, она хлынула. И одна из последних таких встреч, совещаний прошла буквально в предыдущие выходные. Мы чего-то еще не знаем, Михаил Вячеславович? Вот все уже сказано? Ну, я... Вот, в частности, вы говорили о том, что некая акция будет, да, 650, я уж так переиначиваю, добрых дел, да, к юбилею города. Расскажите еще, поделитесь, что там в закромах. Ну, на самом деле, опять же, все еще, вот, на мой взгляд, все еще находится вот в таком стадии творчества, в стадии креатива, да, то есть, с одной стороны, мы видим, что есть некое закрепление каких-то решений, точнее, не каких-то, а есть закрепление решений на федеральном уровне, да, то есть, это вот то, о чем многие говорили, что, там, нам, в любом случае, самим хорошо юбилей не провести, необходимо федеральное финансирование, и то, что, там, сегодня Оргкомитет возглавляет один из вице-премьеров федерального уровня. Дмитрий Чернышенко, да. И есть уже, по крайней мере, там, то, что мы слышим, там, 3-4 позиции по готовности федерального центра финансировать, да, там, парки, переход, точнее, тоннель. И под переездом в Нововецке, да. Да, тоннель, ремонт отдельных учреждений культуры, это, в принципе, то, наверное, что, ну, конечно, это должно было произойти, там, раньше, не за полтора года до начала юбилея, а хотелось бы, чтобы, возможно, это было бы, произошло бы чуточку раньше, и спектр тех идей, которые бы профинансировал федеральный центр, их бы был выше, да, то есть, там, и мы, когда встречались с общественниками, с Александром Валентиновичем, да, то есть, говорили о том, что, да, было бы неплохо решить проблему с большим концертным залом на, там, 1000-1200 человек, с созданием современного культурно-делового центра, да, потому что, ну, к сожалению, у нас, и это факт многими признается, мало кто, там, из известных, там, крупных музыкантов приезжает, потому что по одной простой причине у нас собрать такую, там, собрать большую аудиторию под концерты невозможно, невозможно провести мероприятие федерального уровня, потому что... Это еще при предыдущем руководителе области, да, предпредыдущем даже, да. К сожалению, это вот то, что, наверное, было бы правильным включить в тот же, там, перечень мероприятий и разговаривать с Москвой на предмет того, что они профинансируют, да, вот, там, одна из идей, которая мне нравится, это идея открытия в Кировской области музея «Россия. Моя история», да, там, это один из современных, таких, музейных комплексов с большим количеством всевозможных современных технологий, мультимедиа и так далее, то есть это, вот, те, кто был, они, как бы, скажут, что это, да, это мощно, туда, там, можно не просто ходить, как в музей, это и образовательный комплекс, это и комплекс для проведения каких-то патриотических мероприятий, просто сборов, это постоянное обновление этой информации, что тоже крайне важно, да, то есть, вот это бы все хотелось бы, конечно, но, там, на сегодняшний момент, пока что, да, там, вот мы имеем те договоренности, которые есть, и, там, с точки зрения взаимодействия с федеральным уровнем, наверное, нам пока ожидать больше нечего. Второй момент, это то, что нам ожидать с регионального уровня, и, собственно, здесь процесс тоже идет активный, да, там, ну, периодически в соцсетях где-то появляются комментарии, вот, нам надо променять, там, трубы провода, отремонтировать все дороги и так далее, да, это надо, там, возможно, это, там, не надо привязывать это, там, к юбилею, это надо, это надо просто усиливать и делать в текущем режиме, да, там, для того, чтобы это происходило, и не только в зоне, где, там, ну, то, что называется красная зона, где будут проходить основные мероприятия, как мы понимаем, да, там, старого центра, но и в том числе и по всему городу, потому что претензий очень много, и вновь, там, вот, один из моментов, который был обозначен, что было бы, наверное, хорошо, и все бы жители поняли, если бы, там, хотя бы в 24-м году город не был перерыт, как вот это происходит, там, на протяжении последних всех лет, когда весь город перерыли, ну, уж какой-то тут праздник, да, то есть люди сидят, во-первых, без воды, во-вторых, постоянные пробки, в-третьих, ну, сам по себе эстетический вид перерытого города, это точно ни к чему хорошему не приводит. Ну, как вариант, можно в 24-м году начать рыть после 12-го июня? Ну, нет, один из моментов, который мы обговаривали, о том, что все-таки юбилейным должен быть весь год, этому есть как объективные причины, так и субъективные, субъективная причина кроется в том, а кто сказал, что день города у нас 12-го июня, да, то есть это... Ну, таймер-то, который, табло обратного отчета запущено, оно же как раз вот до этой июньской даты, да? Вот, ну, я вам могу сказать, что до сих пор ведутся рассуждения работы там, в том числе наших кировских краеведов, да, там, например, выяснения все-таки более какой-то конкретной даты, да, там, есть разные подходы, да, потому что мы все привыкли говорить 1374-е, а вот по факту, какая дата в 1374-м, это пока остается... Ну, мы-то мы-то с вами, как историки, понимаем, что, ну, это такая условная, да, в определенном смысле дата. Нет, есть, а вот лично я, занимаясь этой темой, да, там, нашел одну дату, 22 сентября, то есть есть и подтвержденная в том числе нашими кировскими учеными, да, Виктор Вячеславович Низов. Виктор Валентинович Низов, да, в одной из своих работ вот как раз эту дату указал, да, то есть... Вот, поэтому, как бы, правильнее все-таки и с точки зрения содержания, с точки зрения поддержания настроения, там, у жителей, и с точки зрения праздничных мероприятий, все-таки год не зациклить 12 июня, а говорить о том, что 24-й год у нас весь будет праздничным, и я думаю, что и 23-й у нас должен стать предпраздничным. Не случайно, там, в 1 сентября был запущен таймер обратного отсчета, это не просто какой-то там формальный момент, это значит, что, в принципе, там, начиная с 1 сентября, мы каждый день должны видеть, слышать, обсуждать и готовиться к тому, что у нас с вами там очень серьезный юбилей. Ну, пока конкретного какого-то списка вот этих дел, мероприятий его еще нет. А он будет формироваться, знаете, его не может быть, вот, как бы, простым перечислением, да, потому что, по большому счету, ведь, многие вещи будут привязаны либо, а, там, к региональному областному бюджету, либо, б, к всевозможным спонсорским средствам, и поэтому, как бы, вот, сейчас идет определенный этап инициирования накидки подобных идей, да, то есть, и вот в этой связи, очень надеюсь, что все-таки наша общественная палата раскачается, потому что было, от них поступила инициатива, и она была поддержана, что они должны стать такой точкой сбора, куда люди будут все свои идеи скидывать, да, там, и дальше вот уже непосредственно общественная палата будет обрабатывать эти предложения и работать с оргкомитетом на предмет того, чтобы эти идеи непосредственно вносить. Плюс ко всему, там, опять же, один из обязательных компонентов подготовительного этапа, и это, там, не наша какая-то прихоть, это, в принципе, нормальный менеджмент подобных процентов, процентов, процессов, это создание какой-либо дирекции. То есть, оргкомитет, это, ну, по большому счету, это такой, ну, не повысить это слово, чиновничий аппарат, где, там, министры получают закрепление по деньгам на подобные мероприятия, а нужен кто-то исполнитель, кто будет непосредственно заниматься подрядами, кто будет анализировать имеющиеся предложения, и этот вопрос тоже необходимо решать. То есть, саккумулирует в себе вот все эти организационные, в том числе, вопросы, связанные с подготовкой. То есть, это, опять же, это опыт всех крупных мероприятий, олимпиады в Сочи, день рождения Нижнего Новгорода и так далее. То есть, общая практика говорит о том, что должна быть некая дирекция. То есть, сейчас пока тоже обсуждается формат этой дирекции, потому что мы понимаем, что она будет отвлекать какие-то определенные финансовые ресурсы, да, там, но при всем при этом, и это предложение уже тоже звучало о том, что финансовые ресурсы, в первую очередь, дирекция должна работать с внебюджетными финансовыми ресурсами, то есть, привлекать средства предпринимателей из каких-то других программ и так далее. И ее финансирование, да, стать в прямую зависимость от того объема средств, которые они, грубо говоря, под это дело будут привлекать. Вот. А где она организационная? Она ближе к городу, к администрации города, к правительству области? Нет, она должна быть при оргкомитете. При оргкомитете. Оркомитет у нас все-таки областной. Вот. Следующий этап, это этап, который, я думаю, что тоже уже в ближайшее время получит свое ускорение. Это этап подготовки грантового конкурса, да, то есть, мы вышли с предложением, и Александр Малитинович его поддержал о том, что праздник, юбилей, точнее, это не только красная линия, это весь город, и каждый житель должны почувствовать, поучаствовать, получить, соответственно, там свой эффект от всего этого. И в связи с этим было принято решение о том, чтобы объявить грантовый конкурс, где предложить жителям самим выйти с инициативами по благоустройству общественных пространств. А вот как раз, да, хотел вам. Общественных. Общественных. То есть, это не придворовые территории, это не ППМИ, да, то есть, а именно общественное пространство, то есть, это всевозможные парки, скверы, коробки, спортивные, да, там, какие-то иные пространства, которые практически есть в зоне видения, там, в каждом микрорайоне. И вот, как бы, их подготовить и создать на их основе некие тоже праздничные площадки в разных частях, во всех частях города, включая, в том числе, и наши сельские поселения, которые входят в состав города, то есть, там, и Русскую, и Русская, и Бахтая, там, и Ленгасово, и все. В периферии областного центра, да. То есть, вот, опять же, первоначально была идея провести подобный конкурс, там, объявить его уже, там, с 1 сентября, но мы решили и вышли тоже с предложением о том, чтобы сделать конкурс двугодичный, то есть, и в 23-м, и в 24-м, да, то есть, и вот в настоящий момент, как раз, там, общественниками подготовлен проект положения об этом конкурсе, где прописан, там, весь алгоритм, вот, и я думаю, что в ближайшее время, мы, как бы, войдем в стадию обсуждения, потому что мы понимаем, что сейчас уже формируется бюджет. А вот финансовая сторона вопроса, это будет зависеть от бюджета региона на будущий год, да? Да. Там, возможно, будут закладываться деньги. Да. То есть, вот, как бы, для того, чтобы успеть к бюджетному процессу, для того, чтобы эти деньги были заложены. Ну, и вот это, вот, как бы, из таких, помимо всего прочего, там, продолжается работа по обсуждению всевозможной визуализации, говоря простым языком, логотипов. Вот, буквально в выходные тоже прошла встреча, когда собирались дизайнеры, которые обсудили некие вопросы, концепции этого логотипа. Все-таки, что это должно быть, что это не просто набор случайных слов, и слова, там, Киров, или Хлынов, или Вятка. Ну, давайте, тут, справедливости, надо заметить, что в мае этого года, вроде как, официальный логотип-то был представлен, да? Проект. Или проект. Проект, да. Там же конкурс объявлялся. Да, да, да. Много работы было, и так далее. Ну, мы с вами все помним, какой негатив вызвало, как бы, достаточно большой негатив вызвало. Нет, там были и положительные отзывы, мы даже опрос проводили, выходили на театральную площадь, прям показывал, я вот и задавал вопрос, кировчанам нравится, не нравится, вот чисто на таком эмоциональном уровне, ну, примерно, ну, 50 на 50, как мне показалось, кому-то нравится, кому-то нравится. Вот, поэтому, как бы, сейчас и в рамках этой встречи Александр Валентинович тоже принимал участие и выдал свою некую рекомендацию о том, что хотелось бы, чтобы до конца сентября, да, то есть, вот, как бы, все-таки, ну, скажем так, остановились на чем-то. Либо оставляем тот вариант, который есть, либо рассматриваем какой-то новый вариант, чтобы, как бы, уже запустить процесс его, как это сказать, ну, воплощение, притворение в медиа, коммерциализацию, информационную пространство, да, то есть, всевозможный мерч, мерч, сувенирка и так далее уже, собственно, под этот логотип уже подойдет, потому что там это тоже все процесс не очень быстрый, как сами говорят там те же рекламщики, там, чтобы запустить производственный процесс, там тоже необходимо там порядка месяца, да, да, она еще определить, что и сколько делать. И это тоже, опять же, все необходимо сделать до момента утверждения бюджета, потому что мы понимаем, что эти средства тоже надо закладывать будет в бюджет для того, чтобы, как бы, и город нарядить, и я думаю, что в моем видении, чтобы каждый из жителей получил хоть какой-то на память подарок, связанный с юбилеем нашего города. Вот, еще одна идея, на мой взгляд, тоже достаточно перспективная, и тоже обсуждали с Александром Владимировичем этот вариант, что необходимо как можно больше ее сделать публичной, с точки зрения обсуждения этой, введение определенного персонажа. Ну, то есть мы все помним, да, там, на чемпионатах. У Алимпиады Сочи был такой-то символ, да? Да, да, начиная от Олимпийского мишки, там, не забиваки и так далее, там, в Нижнем, если не изменяет память, там тоже был медведь. Вот, а какой персонаж у нас, с кем мы ассоциируемся? То есть, понятно, что есть традиционная... Только Никита Кимора. Нет, традиционная, там, Дымковская барыня или, там, Дымковский офицер, но вряд ли большинство жителей, как бы, смогут ассоциировать его именно с праздничными, да, моментами. Поэтому, вот, сейчас тоже идет момент такой своеобразного осмысления того, кто бы мог быть персонажем для нашего юбилея, там, тоже варианты есть разные, да, то есть, в основном, все сходятся на каких-то меховых животных, так как у нас все-таки край... То есть, производство у нас соответствующее развито. Вот, а если вспомнить, что у нас еще и на гербе советском была белка изображена, да, то есть, то, вот, как бы, это все вот примерно в какую-то сторону нас толкает. Но вполне вероятно, что, может быть, появится какая-то другая идея, и пока что, там, видение и дизайнеров, и экспертов, и в Рио губернаторов в том, что, там, ну, давайте, собственно, пусть люди предложат, кто. Ну, мы же помним, да, там, одна из идей, которая должна закладываться, это связь каких-то времен, связь поколений, да, просто нужно учитывать, что мы же в техническом, вроде как, планы регион-то развитые, там, у нас есть робототехника, какое-то роботостроение, может быть, это какая-то будет роботеризированная белка, там, или что-то, не знаю. Да, да, то есть, вот, опять же, здесь необходимо будет думать. Помимо этого, собственно, планируется, если мне не изменяет память, как раз где-то вот сейчас, в сентябре, уже обсуждение концепции возможной перестройки театральной площади. Угу. Так у нас же была презентована реконструкция театральной площади в следующем, в 2023 году. Ну, вот. Люди голосовали, и главная площадь города, она вошла, вот, возглавила тот список. Опять же, нужно понимать некий концепт, да, то есть, который его закладывает. Об этом тоже много говорили, и как ни парадоксально, да, там, вот, если выйти сейчас на улицу и поспрашивать людей, чего не хватает на улицах городов, вы получите первый ответ, знаете, чего? Туалетов. Туалетов. Общественных туалетов, да, то есть, а там театральная площадь, как центральное место, да, вот, и там тоже 1 сентября показывают, да, там, вот, это... Ну, у нас там биотуалеты выставляются только, когда массовые мероприятия проводятся. Проблема на Бу-1, да. А в другое время там трудности. Второе, там, неудачное расположение сцены, да, то есть, и так далее. То есть, на самом деле, вот, идей, которые находятся в стадии обсуждения, уже много, но, там, я надеюсь, что силами и общественной палаты, и наших учебных заведений, и по линии, там, общественных составляющих различных министерств, да, там, этих идей должно появиться еще больше. Но мы понимаем, что, там, тоже есть час икс, дальше которого, там, уже смысл особо обсуждать уже какие-то, может быть, более мелкие вещи, но, там, глобальные вещи обсуждать уже тоже. Плюс ко всему остается большой объем мероприятий, которые планируются по линии Министерства культуры, Министерства образования, Министерства спорта. Все это, вот, как раз, наверное, и формирует, вот, то, о чем вы спрашивали, вот, это понятие, как 650 событий за два года. Михаил Владимирович, большая просьба, я думаю, что эта идея звучала уже, ну, вот, единый ресурс в интернете, сайт, где можно обо всем этом узнать. Наверняка уже обсуждалось, просто знакомясь с опытом празднования юбилеев других городов, тоже в 800-летии Нижнего Новгорода, был отдельный сайт, прям, вот, он интерактивный, все можно узнать обо всех идеях, где-то можно оставить свое пожелание. Ну, смотрите, да, то есть, абсолютно согласен, и тоже эта тема обсуждалась, но вот это, как раз, наверное, тема, с которой должна будет начать дирекция, да, то есть создание вот этого, и сопровождение вот этого ресурса. Потому что мы понимаем, что там никто другой, в принципе, с этим не будет справляться. Оргкомитет, у него, как бы, там, совещательный характер, общественная палата, там, ну, у нее другая задача, там, сборка и так далее. Поэтому вот создание подобной дирекции, это и первым шагом создание вот такого единого информационного ресурса, потому что у нас он, он не только информационно должен, он еще и функцию туристко-привлекательную должен, да, то есть обеспечивать. Потому что мы слышали, и мы знаем о том, что там, планка по объему туристов, который мы ожидаем, она стоит достаточно серьезно. Ну, давайте в эту плоскость перетечем, да, у нас же еще юбилей рассматривается, как и рывок в туристическом плане. Как сказал в Рио губернатора, нужно быстрее заполнять ниши, которые сегодня высвобождаются на туристическом рынке, поработать над созданием событийного плана, повышать уникальность региона. Ну, по большому счету, это то, о чем мы слышим на протяжении последних многих лет, и малый бизнес тут должен выиграть сувенирные продукции, отели, кафе, и понятно. И, кстати, планка в один миллион туристов у нас ставится еще... Нет, нет, нет. Уже 500 тысяч. А, уже 500 тысяч уже, да. Один миллион, это, ну, скажем так, совокупно за два года. За два года. Просто если посмотреть статистику, до пандемии, до 2020 года, по официальным данным, у нас порядка 300 тысяч. 300 с лишним. Да, 300 с лишним тысяч было туристов посещало. Вы-то как? Реально оцениваете наши силы, да, наш потенциал, что мы прям вот можем выстрелить благодаря юбилею туристической меккой такой статистики? В прошлой неделе состоялось обращение в Рио губернатора, где он озвучивал в том числе планы, и вот одна мысль, она прозвучала, и вот, на мой взгляд, она прозвучала абсолютно правильно, потому что я об этом тоже давно говорю. Я говорю, что туризм, она рассматривает в первую очередь не с точки зрения музеев, а с точки зрения инфраструктуры. То есть, когда мы приезжаем в какой-либо город, да, то есть мы пойдем с вами гулять по этому городу и наслаждаться музеями только после того, как у нас будет где переночевать, где поесть, что купить на память и так далее. И поэтому вот в обращении прозвучала у Александра Валентиновича, на мой взгляд, абсолютно правильная фраза о том, что мы это будем решать за счет создания Министерства предпринимательства и туризма. Да-да-да, прямо озвучены планы по созданию отдельного ведомства. Да, вот это правильное решение, потому что вот с точки зрения того, что у нас здесь показать культурно-эстетически, исторически и так далее, у нас этого достаточно. И мы понимаем, что если туда пойдет поток, то там все необходимые виды изменения по содержанию, по подходам и так далее, да, то, за что там сегодня во многом там музеи и мероприятия критикуются, что там низкое качество услуг, там плохая подготовка и так далее. Вот. Это будет уже понятно, что с этим делать. Но когда там мы начинаем всю эту тему опять сводить к тому, что давайте-ка мы там вот отремонтируем там фасад, неважно какого музея, да, там, и после этого мы ожидаем, что туда пойдет наплыв туристов, ну, это там точно ложное ожидание. Ну, я думаю, слишком смело, да, на это рассчитывать. Начинать надо с бизнеса. Начинать надо с элементарного, с того, что вот есть набережная, да, там, давайте мы отдадим установку биотуалетов мелкому бизнесу. Давайте мы организуем торговые точки, отдавая их бизнесу для того, чтобы по этой набережной, гуляя, да, там можно было и перекусить как можно больше вариантов и летних кафешек и так далее. При соблюдении мер безопасности, чистоты, да, чтобы организация была, ну, в бытовом смысле была, ну, нормально. Предоставляя мега льготные условия, да, там, предпринимателям, которые туда будут заходить. Тот же самый разговор по пешеходной улице, да, там, вот пока все начинают обсуждать и решать, там, какая улица, там, Московская или Дериндяев, да, там, а давайте мы посмотрим с точки зрения возможности бизнеса, организации, там, своего бизнеса, да, то есть, где можно организовать больше кафешек, где можно организовать больше торговых точек, где можно организовать больше, там, всевозможных перформансов, продаж и так далее. Где бизнесу будет проще всего поймать клиентуру, да, вот исходя из этого, и тут выбор, ну, на мой взгляд, да, там, он очевиден, что это точно не Московская улица, она неудобна для этого, да, там, будет ли это Дериндяева, будет ли это какая-то другая улица. Ну, мы с Пасхой имеем в виду, да. Да, с Пасхой, это же прощение. Ничего нечего. Это Дрилевского, Дрилевского, то есть, да. Все, я что-то уже. Вот, это уже второй вопрос, да, то есть, вот, давайте мы сам бизнес просим. Я помню в свое время еще, дай бог, в 90-х годах, да, там, господин Калинин, да, ой, господи, Калинка Морозов, да, там, выходил с очень хорошей идеей ремесленного переулка, да, там, где вот как раз между улицами, если мне не изменяет память, Московская и Дрилевского, да, там, там есть проулочек, и где организовать непосредственно вот такие там ремесленные точки. Где можно было бы что-то продавать, где что-то там показывать и так далее. Там, вот, как бы, это было, это был середина 90-х годов. Ну, это, считается, 30 лет почти пошло уже, да. Да, дальше ничего не сдвинулось. Поэтому вот, я считаю, что разговор о туризме, оно начинается с того, чтобы собрать бизнес и, собственно, начать с ними говорить о том, что им нужно сделать для того, чтобы они начали заходить и развиваться. И это надо, наверное, было давно уже делать. С бизнесом-то разговаривать. Мы, да, я, как бы, дал себе за рук, что вот все разговоры о том, что мы там с празднованием города опоздали там на 5-10 лет, вот их надо просто прекращать. Отрезать, отщипнуть, да. Все, у нас есть то, что есть сейчас. Да, то есть сейчас у нас есть инициатива людей, сейчас у нас есть заинтересованный в Рио губернатора. Ну, и сейчас у нас есть желание там того же бизнеса попробовать сплотиться вокруг этой темы. Ну, видимо, сентябрь будет насыщенным, да, в плане новостей, вот, связанных с 650-летием. То есть в сентябре, в тябре. Не раз уже произнесли это, да. То есть все новые и новые инициативы будут появляться в информационном пространстве. Вот, я еще раз повторю эту мысль. Я очень надеюсь, что запустится общественная палата, запустится их почтовый ящик для сбора предложений. И тогда еще этих идей будет еще намного больше. Михаил Курашин с своим особым мнением сегодня в нашем эфире. В прямом эфире мы сейчас сделаем рекламную паузу небольшую и продолжим. Особое мнение на 101FM Общаемся мы с Михаилом Курашиным, консультантом-экспертом регионального ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций при правительстве нашего региона. Ладно, из будущего давайте в настоящее. Так, и до будущего дойдем. До 2024 года еще дожить еще надо. Как говорится, да. Тема школьного питания. Тема близкая, я думаю, нам с вами и как родителям, и как педагогам по образованию. Да, ну и прочие опыты, соответственно, имеются. Тоже непонятно, что происходит. Еще в мае, еще предыдущему главе администрации Дмитрию Осипову Александру Валентиновичу прям вот давал, давайте мы все как-то изменим в качестве, качественно улучшим и опрос там проведем родителей. Но правда вот сегодня с утра новости появляются о том, что Вячеслав Николаевич Симаков якобы сегодня на совещании уже доложил. В Рио о том, что с 1 сентября новое меню вроде как есть уже в школах. Включены отдельные продукты, отдельные блюда новые и вроде как пытаются действительно учесть. Ну а что касается рыбных котлет, да, вот накануне 1 сентября Александр Валентинович сказал об этом. Я, честно говоря, только не понял, что с этим рыбными котлетами делать, то ли их исключать, то ли не исключать, каким-то образом их заменить, вид у них изменить. Что происходит, Михаил Вячеславич, почему из года в год мы на одни и те же грабли, что называется, и ничего не меняется? Ну, наверное, потому что не меняется, потому что ничего не меняется у тех, кто принимает решения. Ну, не может... Не могут люди иначе работать? Ни глава города, ни губернатор не могут каждый день заниматься тем, чтобы ездить по школам и проверять, какое меню там есть. А люди, у которых это находится в их должностных обязанностях, да, там, они уже пересидели ни одного глава города, да, там, и... Они понимают, что их основная задача, ну, просто отчитываться, да, получая периодически по шапке, понимая, что никакой, по большому счету, ответственности за эту критику-то не наступает, то, как бы, а что мы ожидаем-то? Ну, хорошо, там, пришли на совещание главе города, он их отчитал, они пришли к себе в кабинет и дальше продолжают работать. То есть, много ли мы видим увольнений начальников отделов, начальников управлений в городе, которые бы за эти вещи отвечали? Нет, их нет. Ну, несмотря на то, что там скандалы постоянно связанные с комбинатом питания, особо там никто своих должностей... Собака лает, караван идет. Да, не вешивается. То есть, как бы, по большому счету, да, там, за это отчасти, да, там, в том числе одно из, там, замечаний, там, сносят глав администрации, да, то есть, а, собственно, сами исполнители, там, сидят и спокойно особо не рыпаются. Вы думаете, там, в сером доме сильная ситуация? По-другому. Ну, как бы, тоже. Я не случайно, вот, где-то на прошлой неделе, да, там, вот, как раз один из постов вложил на эту тему с точки зрения размышлений о том, что вот и новому губернатору, и новому главе администрации можно будет посочувствовать. Потому что, если бы речь, знаете, как в футбольной команде шла там о том, что нужно поменять одного игрока, там, ну, там... И игра наладится, все хорошо. Да, замгубернатор. Но когда надо менять не только, там, как бы, весь состав, но и всех запасных, и всю команду, которая занимается подготовкой игроков к матчу, вот тут, как бы, нужна, это самая большая-большая смелость, и большая-большая запас этих игроков, откуда-то их надо будет брать. Потому что, как бы, мы понимаем, что, там, пять предыдущих лет они, ну, испортили очень сильно и состав областного правительства, и министерств, и состав городской администрации, да, то есть не с точки зрения того, что люди стали плохими, а с точки зрения того, что люди поняли, что можно, как бы, ничего особо не делать, и главное, вовремя отчитаться, да, то есть, а последствий из-за, там, никаких, по большому счету, что-то и не наступает. Да, вот там, Александр Валентинович вышел с предложения этих грамот, да, за, там, неудовлетворительную... За хорошую, в кавычках, работу. Да, ну, хорошо, там, сейчас вот все, наверное, в ожидании ждут, когда эти грамоты начнут раздаваться. Уже есть там, на прошлой неделе, по-моему, был? В массовом масштабе, да, то есть, для того, чтобы, как бы, понимать, что, там, человек со своими проблемами обращается, может быть, к главе города или губернатору, а решает эту проблему конкретно, там, министерство или конкретное управление городской администрации, и то, что эта проблема не решена, там, это, ну, понятно, что основная вина на руководителе, но она не решена, может быть, и по другим причинам, да, то есть, по причине пассивности, бездействия, там, я не говорю, там, саботажа, потому что и это тоже, потому что... Ну, это тоже, я думаю, ни для кого не секрет, что с приходом каждого нового руководителя, все в структурах власти-то они замирают, не сделать бы ничего плохого. Ну, ждутся в своей участи, что будет дальше. Лучше, как говорится, ничего не делать, чем сделать, а потом за это получить, вот, и эта тактика выжидания, она тоже присутствует. Я думаю, что свойственно любому человеку, наверное, там, не только в каких-то руководящих структурах, всем, инстинкт какой-то притаится, затаится, не знаю, останусь я, попаду, попаду в обойму, не попаду, не знаю. Ну, да, только тут есть варианты, что там, иногда у буйных-то это проявляется в том, что они начинают показывать свою лояльность, вместо того, чтобы показывать свою эффективность, да, то есть, вот, как бы, вот этот момент-то тоже надо смотреть и учитывать. Поэтому я, честно говоря, вот там, в своих размышлениях сочувствую и Соколову, и Симакову с точки зрения того, что от них будут ожидать каких-то прорывных действий, а они могут погрязнуть в вопросах реорганизации, замены людей в своих командах. В общем, рыбные котлеты, что касается питания, это вот одно из кривых таких появлений общей такой далеко неэффективной системы. Да, да, и считаю, что, в принципе, вот на сегодняшний момент самым правильным выходом из этой ситуации, это должна быть работа, во-первых, депутатского корпуса, да, то есть, для того, что конкретно депутаты тут могут реагировать, выявлять все жалобы, которые пойдут, а не пойдут, да, то есть, ну и общественные палаты, да, то есть, там, чтобы вот они стали теми точками обращения людей и депутаты, да, ну, на депутатов, может быть, не такая надежда. Потому что, мы же знаем, что вся эта активность закончится очень скоро, а общественная палата, как бы, вот она есть, и ей тоже надо бы задуматься над своим статусом, потому что на сегодняшний момент никто не понимает, что такое общественная палата и какую функцию. Сколько мы уже живем с общественной палатой с 2009, да? Ну, 15 лет почти уже. Ну, и до сих пор люди не понимают, что это такое. Вот. Для того, чтобы, как бы, статус, поднять свой статус и, там, к тому же новому губернатору показывать, что, вот, раз губернатор говорит о том, что нужно учитывать мнение людей, работать с людьми и так далее, общественная палата — это институт по работе с людьми. Вот она должна такой становиться. Если она не будет такой становиться, то она вообще не нужна. Ну, так чего общественники-то ждут? Тоже какой-то отмашки? Тоже замерли перед грядущими событиями? Есть у вас надежда, что они поднимут голову? Ну, я думаю, что... В зависимости от того, как там сложатся результаты. Я думаю, что сейчас все ожидают окончания этой недели. Ну, да, мы говорим, собственно, о событии, которые нас ждет в конце этой недели. Вот. Не сосредотачиваясь особо на этом. Чтобы там не смешивать, потому что много, много вещей, которые, на самом деле, смешиваются с политикой, да? 30 секунд, Михаил. Потому что многие боятся, что вот ты сейчас начнешь что-то критиковать, да, тебя потом обвиняют, что ты там работаешь против, там, не знаю, партии власти. Да, там, ты работаешь на оппозицию, да, то есть, вот, как бы, может быть, это сидят, люди ждут. Но я надеюсь, что те электронные каналы, которые открыл там в Рио губернаторы и глава города, это каналы для людей. Глава администрации. Да, глава администрации. Каналы для людей для того, чтобы туда свои жалобы. В том числе, там, прямая линия, которую вчера провел. Или когда? Позавчера. Позавчера, в субботу, да. Да, провел в Рио губернатор. Вот, они будут регулярными для того, чтобы это сообщать. В общем, событий впереди ожидается довольно много. Жизнь веселая. Да, да. В общем, не надо думать, что вообще у нас тут ничего не происходит. Нет, кое-что происходит. Обсудим, конечно, еще встретимся в нашем эфире. Михаил Курашин, благодарю за участие в передаче. Всего доброго. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM